В холле кинотеатра «Искра», где развернулась выставка, просто глаза разбегались от разнообразия эксклюзивных экспонатов, рожденных фантазией ребенка и воплощенных в виде поделок. Декоративные пасхальные яйца, куличи, открытки, рисунки, объемные композиции из природных материалов, бумаги, бисера, ниток и ленточек. В этом году рекордное количество участников – 1281 человек. Очень тяжело было отсматривать, потому что работы все в разных возрастных категориях, все очень теплые, все проникнуты ожиданием Пасхи. Так вот в жюри работать было очень сложно. Работали 8 часов, отсматривали. Пасхальное яйцо с изображением храма Георгия Победоносца, ученицы первой школы Ольги Алешиной, получила гран-при конкурса. Работа над ней заняла несколько месяцев, признается Ольга. Чтобы изобразить задуманное, пришлось приложить немало усилий. Там есть и мелкие детали, и крупные, и там очень сложная техника. Это городецкая роспись там присутствует. Участие в конкурсе принимали жители Ленинского района, учащиеся образовательных учреждений, детских подростковых клубов и воскресных школ. Работы были выполнены в различных техниках. Но главная тематика. Она должна строго соответствовать празднику Пасхи. Мы выполнили яйцо в технике квиллинг. Это достаточно очень кропотливая работа, но, к сожалению, нам не дали за нее никакое место. Не знаю почему. Но, в общем, как видите, работа очень красивая. Работа выполнялась от Успенского храма, от клуба Асида. Ну, коллективная была. Вот делала я и еще девочка одна. Работы оценивались в четырех номинациях. Пасхальное яйцо, лучшая коллективная работа, семейная работа и лучший предмет пасхального интерьера. Я благодарю всех вас за то, что вы приложили огромные усилия и творческие усилия к тому, чтобы создавать, чтобы творить. Когда мы творим, мы с вами являем в себе образ Божий. Потому что как Бог творил мир, так и мы созданы для того, чтобы в этом мире творить и созидать. И ваши работы это лишний раз доказывают и убеждают нас о том, что мы с вами творческие существа. Мы с вами люди, которые призваны быть созидательными участниками того прекрасного мира, в который нас поселил Господь. Еще раз вас всех с праздником. Христос воскресе! С праздником! В этом году юбилейный 15-й по счету конкурс «Пасхальная радость» поразил своей масштабностью. 152 победителя в возрасте от 5 до 67 лет. На Пасху принято делать друг другу небольшие подарки. А подарки, созданные своими руками, всегда будут цениться гораздо выше из-за своей уникальности и теплоты от рук от мастеров. Наталья Буслаева и я, Дамя Елена Кошелева. Видное ТВ.